добрый день коллеги хотелось бы сразу понять хорошо ли меня видно слышно если это так нажмите пожалуйста на огонек да вижу спасибо сегодняшняя сегодняшний вебинар сегодняшняя презентация у нас как никогда актуально проект который мы долго делали долго сооружали так скажем наконец-таки готов он уже полностью протестирован получено уже большое количество положительных отзывов это историко-патриотическая библиотека нестериана нестериана название тут вполне логичное назвали мы ее в честь нашего древнерусского летописца местора его можно назвать первым на руси историком нашей необъятной родины и соответственно история и патриотическое воспитание это как бы они идут всегда рука об руку ибо воспитание подрастающего поколения без ретроспективы без понимания истории страны его ее прошлого невозможно вот поэтому за так скажем за основу за логотип этой библиотеки мы взяли нашего древнерусского летописца местора что еще могу рассказать про поначалу про нашу библиотеку изначально это было в качестве подборки литературы коллекции книг про которые вот татьяна сейчас говорила одна из коллекций было которую мы размещали как на нашей эбс так и в на школьном портале на презентации по на эту тему есть приложение вы можете скачать посмотреть их мы объединили так скажем работы по коллекциям на эбс и школьного портала в отдельный сайт в отдельную структуру так скажем с более удобным подходом целенаправленно для того чтобы обеспечить максимальное удобство пользования подключение к этой библиотеке и и соответственно распространение чтобы и поисковики наши и не только наши лучше на это дело смотрели и могли отдельно нас показывать в поиске так немножечко о нас до издательский дом директ меди принимая во внимание растущие потребности современного российского общества современных информационных разработках посвященных исполнению поручение президента российской федерации развитие цифровых и мультимедийных проектов по патриотическому и духовно-нравственному образованию детей и молодежи представляет а вот эту первую разработанную в российской федерации я акцентирую внимание это первое в нашей стране историко-патриотическая электронная библиотека нестариана никаких аналогов данном случае не имеется у нас в стране у нас есть президентская библиотека к примеру но это большое количество материалов без акцента на воспитание поколений также у нас есть российское историческое общество но там больше акцент на мероприятие чем на материалы на книги на историю и наша цель для создания в создании этой библиотеки это патриотическое воспитание с помощью литературы с помощью книг для классного чтения для занятий по истории для самостоятельных ученических проектов не только в школах но и высшим образованием средне специально и так далее так что у нас еще основание но для патриотического воспитания молодежи и и не только это четыре таких столпа это семья само воспитание нации и язык мы многонациональная страна многоконфессиональная страна с очень богатой историей и воспитание в рамках исторических ретроспектив и перспективного взгляда в будущее она не просто необходимо без этого сам процесс воспитания не может происходить одна семья это не только ближайшие родственники это социальное окружение связи с таким быстрым большим развитием интернет технологий социальных сетей мы внутри своей страны общаемся с разными уголками нашей родины знание нюансов исторических патриотических разных регионов нашей страны это очень необходимая вещь для правильного воспитания и общения между людьми также соответственно языковое и национальными и конфессиональное по сути подборка этих книг подборка литературы в нашей историко-патриотической библиотеки это книги прививающий любовь к родине это очень большая коллекция тысячи изданий очень удобный навигатор и фильтр для поиска определенных книг определенных разделов и подборка этих книг была осуществлена специалистами в своем деле библиографами историками это не просто некий набор литературы по там нескольким признакам нет это была проведена очень большая работа по подборке книг для того чтобы они отвечали именно главному посылу патриотическому воспитанию подрастающего поколения и любви к родине примерно ну вот так выглядит у нас сейчас наш сайт патриотик либер точка ру я могу предоставить ссылку для тех кто захочет лично зайти на сайт посмотреть как это выглядит динамики как это работает извините а мы сейчас начнем с визуальной составляющей нашего сайта это очень интересная была у нас разработка патриотизм история это все верно это все правильно но в отрыве от современных технологий предоставить и увлечь подрастающее поколение нашу молодежь невозможно поэтому мы для оформления нашего нового сайта использовали технологии искусственного интеллекта вот эти вот четыре картины это исключительно работа искусственного интеллекта которого мы долго и упорно спрашивали как он представляет для себя россию это была проведена такая скажем большая работа чтобы отсечь всяческую клюкву и прочее вот эти вот четыре картины нарисована исключительно искусственным интеллектом им нет аналогов вы их нигде не встретите не они не похожи конкретно ни на чьи картины ни на чьи иллюстрации вот таким вот образом искусственный интеллект который владеет всей информации который существует в интернете не только графической но и описательной вот таким вот образом он представляет россию в разных так скажем ее ипостасях получив такие картины мы соответственно с большой радостью начали их использовать на нашем новом ресурсе получили очень больше большое количество положительных откликов очень многие даже не поверили что это сделано не человеком и в какой-то степени ас видя эти картины может создать впечатление что искусственный интеллект очень хорошо относится к нашей стране чувствует ее красоту культуру где то есть какое-то понимание любви к родине ну что ж продолжим дальше а самой библиотеки нашей библиотеке более 8000 зданий историк патриотической направленности этот инновационный цифровой ресурс назначен для разновозрастной целевой аудитории может использоваться как исключительно для школьников с ограничениями на литературу выше 12 плюс 12 лет так и полностью для уже взрослых совершеннолетних людей прошу прощения он открывает возможности электронной образовательной среды в сочетании с содержанием профильной тематической электронной библиотеки с предоставлением полнотекстового доступа к историко-патриотической литературе и периодическим изданиям ну здесь наша стандартная разработка это специальная читалка который можно пользоваться находясь внутри сайт нет необходимости отдельно скачивать себе электронный вариант книги открывать его на каких-то сторонних редакторах и так далее все можно делать после авторизации после получения доступа на нашем сайте как вы видите а часть сайта выглядит вот таким вот образом так выглядит обложка книги есть полное описание библиографической так называемые с возможностью подборки по дисциплинам жанрам издательством году выпуска и так далее что касательно содержания нашей историко-патриотической библиотеки на наш библиотеке канистриана содержит необходимый контент предназначенный для организации воспитательной и духовно-нравственной работы с подрастающим поколением это дает возможность как организации так и просто заинтересованным людям оперативно выполнить поручение нашего президента и обеспечить себя материалами для организации историко-патриотического воспитания ну и не только для этого для собственного так скажем самообразования в этой сфере мы постарались а в нашей библиотеке подобрать не не просто литературу на общую тему но и разделить ее на необходимые и четкие подразделы которые бы в себе собирали именно взгляд и направление по этим ну эти по этим направлениям да какие у нас имеются разделы у нас есть раздел гражданское воспитание в разделе 109 книг российское государство это раздел по образованию российского государства его развитию здесь в разделе 147 книг большой раздел по истории россии здесь в разделе у нас уже 871 книга здесь расположены книги литература различные материалы наших ведущих историков есть раздел про великую отечественную войну более ста книг в этом разделе а этот это веха в нашей истории является одной из самых основных практически каждая семья в нашей стране так или иначе сталкивалась и имеет среди родственников живых или нет свидетелей этой большой трагедии и нашей большого совершения героического в этот исторический период также есть раздел вообще с общей военной историей россии история нашей страны практически во все вехи во все века так или иначе сталкивалась с войной с попытками нас завоевать воин было очень много и наверное не было ни одного поколения который так или иначе не сталкивалась с войной за всю историю нашей страны вот в разделе а 575 книг краеведение это раздел показывающий рассказывающие про обширную нашу страну про наши как родные так и другие места в которых многие в нашей стране не бывали и эта подборка позволяет прикоснуться к красоте этих мест в разделе 914 книг культура россии наша страна обладает богатой можно сказать богатейшей культурой относительно общей мировой и в этом разделе аж 1707 книг находится народы россии есть раздел этнография очень важное направление в изучении нашей страны количество национальностей народов в нашей стране очень велико они самобытные имеют свои уникальные устой уникальные и взгляды и исторический путь появления в нашей стране это очень важный раздел для изучения и воспитания я сам буквально недавно в очередной раз был в нашей петербургской кунсткамере вот очень большая коллекция костюмов предметов быта и там можно ходить часами это на самом деле очень удивительно какое количество народностей заключено в нашей большой стране сколько людей со своими особыми взглядами своим особым развитием находится живет существует с другими дружит путешествует распространяет свою культуру спортивные достижения есть раздел неразрывно воспитание молодежи находится в спортивных достижениях и в развитии спорта в нашей стране уже давно мы на международной арене являемся одними из лидеров в очень большом количестве спортивных дисциплин если не брать конечно небольшой отрезок новейшей истории мы всегда показывали себя как страну спортивную с высокими достижениями и раздел россия в лицах это раздел исторических личностей которые своим трудом своей жизнью повлияли на развитие на распространение знаний о нашей стране перейдем теперь поподробнее раздел гражданское воспитание гражданское воспитание готовит человека быть ответственным гражданином активным участником политической жизни готова решительно действовать на благо своей страны основная задача гражданское воспитание формирование чувства принадлежности к обществу в котором человек живет осознание ответственности перед ним и призвано внушить читателю законопослушность знание своих прав и обязанностей умение бороться за их соблюдение легитимными способами понимание гражданских проблем современности формирование гражданского мировоззрения и появление гражданской позиции это вот те основные качества которые и развивают эта дисциплина как гражданское воспитание человек с активной гражданской позиции не стоит в стороне политической жизни страны активно участвует в решении проблем общества и организует свое окружение для участия в общественных инициативах вот этот раздел направлен на изучение такой вот очень важной дисциплины российское государство российское государство насчитывает более тысячи лет все это время правители нашей страны старались сохранить как наследие предков для будущих поколений в то время как политики и публицисты спорят о том принадлежит ли россии к западу или востоку многие исследователи считают что существует самостоятельная российской цивилизации книги разделы российское государство посвящены истории российской государственности становлений нашей страны как игрока европейской мировой политики истории российской дипломатией а в этом разделе ответ об защите políticas посвященный национальной и экономической безопасности, истории основных государственных институтов, Конституции Российской Федерации, управлению российских территорий, национальной идентичности и проблеме национальной идеи. В этот раздел вошли также мемуары и трактаты российских государственных деятелей, политиков, чиновников, военачальников. История России. Это, наверное, основной раздел нашей патриотической библиотеки, так как знать историю своей страны – это долг каждого гражданина и патриота. За более чем тысячу лет своей истории России прошла через периоды как великих потрясений, так и времена взлета под руководством российских правителей и государственных деятелей. В раздел «История России» вошли учебники и книги, необходимые для формирования целостной картины истории нашей страны. Ведь только зная ее, можно чувствовать себя неделимой частью огромного и великого государства. Важно знать и страшные страницы, те горькие события и кровавые войны, которые происходили в тот или иной исторический период. Но даже знание этого дает понять, что эти события не сломили, а закалили наш народ. Также в раздел вошли книги, посвященные основным периодам отечественной истории. Это «Древняя Русь», «Монгольское нашествие», «Возвышение Московского княжества», «Собирание русских земель», «Российская империя», «Советский союз» и, соответственно, «Современная Российская Федерация». В коллекции предоставлены книги о ключевых фигурах российской истории. Иван Грозный, Петр Первый, Екатерина Вторая, Петр Столыпин, Владимир Ленин, Иосиф Сталин. В раздел вошли ключевые труды российских историков. Среди них такие атланты, назовем их, как Карамзин и Татищев. Великая Отечественная война. Как я и говорил, эта война не обошла ни одну семью в нашей стране. У всех есть родственники, которые сражались на фронте или трудились в тылу, чтобы приблизить наш Великий День Победы. Поэтому в нашей истории Капатриотической библиотеки раздел о Великой Отечественной войне занимает особое место. Мы постарались собрать там интересные книги, посвященные подвигу советского народа. Истории советского флота, авиации, борьба партизанских отрядов, воспоминания солдат и гражданских. Фронтовые письма, стратегии военачальников. Ключевые военные операции и сражения Великой Отечественной войны. Вот это книги этого раздела. Которые раскрывают разные стороны сопротивления нашей страны фашистским захватчикам. И оглядываясь сейчас на современные тенденции, на нынешний день, знания, понимания того героического подвига, который совершил наш народ. Это самое, наверное, важное в воспитании поколений. Военная история России. Трудно представить себе историю России без славы русского оружия. Которое принесло столько побед нашим предкам. И поэтому мы включили в нашу историку патриотическую библиотеку подборку таких книг. Эти книги посвящены истории войн, которые вела Россия. А также истории российской армии и флота. Это войны за собирание русских земель, покорение Кавказа и Сибири, войны за выход к Балтике и Черному морю, Отечественная война 1812 года и Первая мировая война. В раздел также вошли воспоминания русских генералов и солдат. Ключевые труды военных историков, посвященные стратегии и тактике российских полководцев. Масштабным сражениям и подвигам русских солдат. Краеведение Патриот должен любить не только свое Отечество, но и малую Родину. Свой город, край, регион, где он вырос. Поэтому наша историко-патриотическая библиотека никак не может обойтись без раздела краеведения. Здесь собраны основные краеведческие труды российских авторов. Интерес к местной истории начинает развиваться в России с конца XVIII века, начало XIX. Особенно после трудов Карамзина, который написал первый путеводитель под достопримечательностям Москвы. В данный раздел вошли книги об истории и культуре регионов России. Туристический путеводитель. Воспоминания о Старой Москве и Старом Петербурге. Культура России. Раздел «Культура России» тоже имеет немаловажное значение, так как культура формирует образ России в мире. Русская литература давно закрепилась среди мирового наследия и воспитала не одно поколение писателей. Часто первая ассоциация иностранцев с Россией – это Лев Николаевич Толстой, Достоевский, русский балет, кремы, матрешки, кокошник. Мы должны беречь наследие русских писателей и художников, традиции балета и театра для будущих поколений, чтобы вырастить думающих людей и привить им правильные ценности. В данный раздел вошли книги о древнерусской классической литературе, повезе и прозе, о русской церкви, традициях русского народа и коренных народов России. Отдельный раздел народа России. А Россия у нас многоциональная страна. Помимо русских в ней проживают сотни коренных народов. Многие народы имеют собственные национальные республики. Татарстан, Якутия, Пурятия, Чечня, Дагестан и многие другие. Уважение традиций и культур коренных народов России. Налаживание межкультурного диалога. Это залог гармоничного развития нашей страны. В этот раздел вошли книги, посвященные истории и культуре народов нашей большой необъятной страны. Спортивные достижения. Раздел спортивных достижений важен не только в качестве умственного развития подрастающего поколения, но и их взгляда на физическую культуру, на наши достижения в современном мире. Спорт не только способствует поддержанию здоровья граждан, но и представляет нашу страну на мировой арене. В России развиты олимпийские и неолимпийские виды спорта, любительский спорт и физкультура. Особенно популярны футбол, хоккей, гимнастика, легкая атлетика. Советские, а затем и российские спортсмены никогда не опускались ниже четвертого места по количеству золотых и общих медалей, полученных на летних олимпийских игр, в которых они участвовали. А эта подборка призвана отразить спортивные достижения российских спортсмен, легендарные фигуры отечественного спорта, а также историю олимпийского движения в России. «Россия в лицах». Это последний раздел нашей историко-патриотической библиотеки. В эту подборку вошли книги о наших значимых соотечественниках, которые определили развитие России. Политику, экономику, науку, культуру. Это государственные деятели, такие как Петр Великий, Иван Грозный, Петр Столыпин, Волководцы, Суворов, Скобелев, Ушаков, наши великие ученые, Ломоносов, Вернацкий, Великие путешественники, Миклуха Маклая, Семенов Тяньшанский, а также Великие писатели, художники, композиторы и архитекторы. Нам очень важно хранить память о наших великих предках и сохранять их наследие для потомков. Вот я рассказал о тех разделах, которые существуют в нашей библиотеке. Самостоятельно вы можете с ними ознакомиться. Помимо самих подборок, помимо самих книг, одна из причин именно создания отдельного ресурса, это возможность удобного, быстрого пользования книгами и подборками с помощью различных фильтров, которые мы интегрировали в нашу историческую библиотеку. Вы можете как по разделам искать книги, но так как их количество очень большое, и там можно месяцами, наверное, провести в ней. Для более быстрого, так скажем, поиска у нас использованы различные фильтры. Можно смотреть книги, искать их по категориям, выбирая. Можно по авторам. Тогда, соответственно, при выборе автора будут показаны исключительно те книги, которые написал этот автор. Можно посмотреть по году издания. То есть, если вас интересует определенный период, в котором были написаны эти книги, вы можете всегда это найти. Можно найти книги по издательствам. Очень важной категорией фильтров – это жанры. Вы можете искать вот таким жанрам, как, например, детская литература, если вам необходимы книги для детей. Дневники, мемуары, письма, биографии, если вам необходимо именно найти подобный вид литературы от определенных исторических личностей. Есть жанры, как историко-документальная литература, методическая литература для проведения различных вебинаров, уроков и обучения. Научно-популярная литература, научные монографии, другие научные работы. Есть фильтр, как официальные документы. Такие, как, например, Конституция Российской Федерации. Поэзия, если интересует этот раздел. Проза, публицистика, религиозная литература, справочно-энциклопедическая литература, студенческие работы, учебная литература для вузов, фольклор, а также отдельно школьная литература. И есть еще один фильтр, называется у нас дисциплины. Туда входят, как военное дело, география, государственное и муниципальное управление, детская литература, искусствоведение, история государства и права, история государственного управления, древнерусская литература, история книги, история нового времени, история политики, история России, например, до 20 века есть возможность найти. История современной России, начала 21 века, история русской культуры, история транспорта России, медицина, литературоведение, научные исследования, педагогика, политология, религиоведение и так далее, и так далее, и так далее. Все, все это вы можете увидеть, все эти фильтры, все эти категории на нашем сайте, в каждом разделе, с левой стороны, это все открывается, все работает, вы можете любую подборку себе создать. Как подключиться к нашей историко-катриотической библиотеке? Вы можете как напрямую обратиться к нам, на сайте есть форма обратной связи для подключения, так и можете для того, чтобы точно принять решение о необходимости подключения, можете себе подключить бесплатный тестовый доступ, отправив заявку, и этот бесплатный тестовый доступ вам будет предоставлен на целый месяц полного доступа ко всей литературе, ко всем книгам нашей историко-катриотической библиотеки. В целом, это все, что я хотел вам рассказать по нашей библиотеке. Я вижу, кто-то хочет задать вопрос, я готов ответить. Так, патриотические коллекции надо подписываться отдельно. Именно для пользования вот этим нашим отдельным сайтом. Да, это отдельная подписка. У нее есть сейчас стоимость, я точно не назову. В базовую подписку она входит в базовую подписку для тех, кто уже подписан на ЭБС. Но внутри самой ЭБС. То есть, если мы говорим вообще о самой вот этой вот литературной подборке, именно как книжной коллекции, которая вот именно находится на сайте ЭБС, в разделе книжной коллекции. Она там так и называется, историко-патриотической библиотеки. Есть ли еще какие-то вопросы, коллеги? Да, это подписка, да, вот город Орел, нашел с подписанной ЭБС, эта коллекция будет нам доступна. Да, внутри ЭБС эта коллекция должна быть вам доступна. Если вы ее вдруг не видите, обратитесь, пожалуйста, к администратору. Ну что, тогда, наверное, можем завершать разговор о нашей историко-патриотической библиотеке. Спасибо вам, немножечко о будущих вебинарах, которые я готовлю для вас. У нас идет постоянное развитие нашей электронно-библиотечной системы, и не только ее, а других проектов, связанных с обучением, с литературой, с учебниками. Например, в следующий раз я вам расскажу о такой очень интересной вещи, которую мы вот сейчас внедряем, сделали, сейчас тестирую. это библиокомплектатор. Это такой удобный новый сервис, при котором вы можете самостоятельно подобрать те книги, те коллекции для последующей подписки, находясь именно на сайте. через поиск, либо через каталог, так далее, вы можете их подобрать, будет в вашем личном кабинете полная выборка, которую вы собрали, и ссылку на нее вы можете просто впоследствии отправить менеджеру, и он уже вам просчитает стоимость этой вашей подборки. Так, вопрос еще один, если мы подписаны на университетскую библиотеку, есть ли доступ к мистер реальному? Повторю, к самому разделу, который находится на ЭБС, к отдельному сайту, о котором я сейчас нет, это отдельный сайт, это подписка. Она отдельная, платная, имеет отдельный доступ, отдельную пару логин, пароль, которым вы можете воспользоваться. ну и как бы напоследок хотелось бы увидеть небольшую активность, как вы вообще оцениваете такой формат и наш новый ресурс, да, вот, пожалуйста, нажмите на Интересно ли это? Стоит ли нам развивать подобные, так скажем, проекты в будущем? Спасибо большое. Ну что, на этом, наверное, все. Спасибо вам за то, что меня выслушали. Да, в школах использовать эти подборки, эти книги будет очень удобно. Плюс всегда можно сайт и этот редактор, эту читалку вывести на экран и показать его, соответственно, уже ученикам во время уроков. Если еще какие-то у вас вопросы... Напишите, что какая-то часть книг есть в НЭП. Ну, понятно, это же все-таки мы постарались максимально охватить эту тематику. Такое большое количество книг. Еще хотел сказать, что подборка пополняется постоянно. Потому что сразу так охватить эту тематику и определить количество разделов и книг невозможно. Мы постоянно находимся в развитии. Наши библиографы подбирают, ищут новые книги для нашей коллекции. Пока есть еще немножечко времени, могу вам показать сам сайт. Как он выглядит, как он работает. Так, скажите, пожалуйста, меня видно? Виден ли экран с нашим сайтом? Нажмите на огонечек, пожалуйста. Да, спасибо. Вот так он выглядит. Кстати, вот эту картинку я вам не показывал. Это очень интересный момент. Это запрос к искусственному интеллекту. Достоевский гуляет в России. Он был очень обширный, очень большой этот запрос. Но вкратце вот так. Почему-то по нему искусственный интеллект решил, что Достоевский больше похож на Гоголя. Но не сильно он ошибся. Вот так выглядит главная страница. Так выглядят наши разделы. В каждый раздел можно зайти как с главной страницы, вот с вот этой развертки. Так можно в любой момент зайти в разделы. Здесь есть краткое описание, количество книг и, соответственно, все книги. Представлены по геннации, для того, чтобы было удобно пользоваться и не прокручивать до конца дня все книги. Вот они представлены. Категория этого раздела. Представлены фильтры, которые вы можете использовать. Вот это все количество писателей, которые представлены. Код издания, жанры, дисциплины. Вы выбираете, например, какую-то дисциплину. Нажимаете применить. И по вашей подборке. Сейчас у нас загрузится. Я думаю, что интернет плохо. Вот эти три книги, которые я выбрал среди дисциплин. Все очень удобно. Если нужно что-то другое, можно всегда сбросить фильтры и выбрать что-то иное. Например, сами книги выглядят вот таким вот образом. Даже если у вас нет доступа оплаченного или тестового к нашей библиотеке, вы всегда можете прочитать фрагмент для ознакомления. Он открывается отдельно. Вот так вот он выглядит. Есть первые семь страниц. У меня сейчас открывается все. Так как у меня свой доступ. Первые семь страниц, которые вы можете посмотреть. Как выглядит книга, о чем. И так далее. Вот в целом, наверное, все. Что я хотел вам показать. Всем спасибо. И до новых встреч. До новых встреч.